Грандиозный скандал в Южно-Казахстанском центре адаптации несовершеннолетних. Прокуроры и полицейские начали здесь большую проверку по факту истязания детей. Все началось вот с этого видеоролика. В нем подопечные центра рассказывают шокирующие подробности о том, как унижают и издеваются над ними старшие воспитанники. Внимание на экран. Я хочу рассказать про дедану, как она издевалась над девочками грубо. Их била, когда плохо пол подметешь, языками заставляла собирать мусор. Уборка мусора языком, пожалуй, самая приличная деталь рассказа двух подростков, которую вообще можно показать по телевизору. Дальше девочки делятся все более шокирующими подробностями изощренных издевательств старших воспитанников над младшими. Посмотрев видеоролик, размещенный на YouTube, прокуроры немедленно назначили проверку в учреждении. В Микшинском РОВД по результатам предварительной проверки сразу же возбуждено уголовное дело по факту истязания, то есть по статье 107 Уголовного кодекса Республики Азстан. В рамках следствия будет дана оценка действиям всех должностных лиц, виновных и причастных к этим фактам. Автор нашумевшего ролика – воспитательница Центра адаптации несовершеннолетних Роза Байсариева. Женщина объясняет, очень хотела привлечь внимание прокуроров к происходящему в приюте. А почему они не проверяют? Дети, вот я год работаю здесь, не приходят по правам человека, по правам детей, никто не приходила. Я год уже работаю здесь, а почему дети страдают? Я сама вот хочу это дело до конца довести, узнать, что к чему я спрашиваю, я сама проверяю, потому что я воспитательница. Это может они врут, может они действительно честно говорят, тогда если пусть придет, пусть изучает. Вдобавок к первому видеообращению от подопечных центра сегодня в сети появился новый скандальный ролик – жалоба матери бывшего воспитанника приюта. В нем 34-летняя Каримата Станова утверждает, сотрудники центра систематически избивали ее больного эпилепсии сына. Мне звонят из центра ночью и говорят, у твоего сына приступ эпилепсии, а с ним ужасно обращаются, головой об кровать бьют. Я Фариди Апай говорю, не бейте меня. Она сильно меня пнула и ударила, у меня кровь из ноги пошла. Пол мой, говорит, пинала и говорила, мой пол. Я сказал, не буду мыть. Нога болит и спина болит. Она сильно пинать начала. Десятилетний Дин Мухаммед пережил две операции на ногу и еще месяц лечился в детской больнице. Минувшим вечером в приюте началась комплексная проверка. Сейчас здесь работают прокуроры, следователи и независимые психологи.